Десятая страница, библейская терминология, сны и видения. И затем, если у вас есть ваши Библии, то я буду читать из книги Деяний. Вторая глава. Семнадцатый стих. Когда Петр говорит здесь, он цитирует книгу Иоиля. И он говорит, последние дни. И кто из вас знает, что мы в последние дни живем? Потому что последние дни начались с того времени, когда Петр цитировал те слова, этот стих. Последние дни — это дни Новозаветной Церкви. И будет последние дни, говорит, Бог излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваша. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемо будут. И на рабов моих, и на рабынь моих. В те дни излию от Духа Моего. И будут пророчествовать. И поэтому, как Павел говорит, мы, как Божий народ, можем слышать Бога последние дни и говорить от имени Бога. Бог обращается к нам через свое написанное слово, записанное слово. Но также он дает нам Дух пророчества. Он являет нам что-то, дает откровение, говорит что-то новое. И Бог говорит к нам, чтобы мы говорили к другим людям. Это Дух пророчества. Но также говорит, что будет обращаться к нам через сны и видения. У кого из вас сны есть? Кому снятся сны? У каждого, у всех есть сны. И Бог говорит, Он будет говорить к вам в ваших снах. Что самое удивительное в снах, то, что у нас они есть, удивительно то, что даже у неверующих есть сны. И поэтому, когда мы учимся с Божьей точки толковать сны, мы можем помочь неверующим понять, что же Бог хочет им сказать через сны. И тысячи буквально людей пришли к Иисусу благодаря тому откровению, которое они получили во сне. Поэтому мы хотим научить вас тому, что Бог пытается говорить нам в снах и видениях. Так, чтобы вы были в ваше общение. И помогали евангелизировать. Посредством вашей помощи, чтобы помочь понять, объяснить, что Бог говорит во сне. Поэтому мы начнем с десятой страницы ваших учебников. И также должны понимать, что Бог всегда говорил к людям через сны. И также те народы, которые жили в Древнем Востоке, и они верили, что Бог говорит через сны. Евреи в это верили, что Бог обращается через сны. Но также вавилоняне, греки, римляне и египтяне тоже верили в это. И даже основополагающие решения, которые цари принимали, благодаря тому, что им было открыто во снах. И вы знаете эту историю о фараоне, когда ему был сон о семи годах изобилия и семи годах голода. Он был языческим царем. Однако Божий человек помог ему понять сон, объяснил ему сон. И подготовил народ, нацию, к тому, что грядет в будущем. Поэтому Бог пощадил жизни тысячи людей. Благодаря тому, что он дал откровение царю во сне. И затем дает, после этого Бог дал человека, для того, чтобы этот человек объяснил значение этого сна. И Валентин говорил о тьме, которая грядет. И кто из вас верит в это, что это произойдет? И также у нас есть Бог, который являет нам свою волю. Он являет ее через пророческое слово, а также через сон. Кому бы из вас понравилась такая ситуация, вам приснился сон, чтобы вы не ехали в какой-то город, потому что там будет какая-то опасность, угроза. И мы знаем, что в Новом Завете Иосиф, отец Иисуса приемный, который получил тоже указание во сне определенное. Поэтому кто из вас хочет понимать свои сны? Да. И в Ветхом Завете очень много примеров, как Бог дает сны своим людям, своему народу, но также Он давал эти сны, можно сказать, не своему народу, не своим людям. Соломон были сны, Абрама были сны, Иакова сны были, и многие другие патриархи тоже у них были сны. Но также неизраильтяне, как Абимилех и Небухадоносор. Они не были верующими. Однако Бог обращался к ним во сне. В Новом Завете Бог дает сон для того, чтобы исправлять, направлять, предупреждать и показывать, являть будущее. Он дает сон своему народу, сны своему народу. Также Он дает сны тем, которые не принадлежат к Его народу. Вы помните историю с женой Пилата? Как Бог предупреждил жену Пилата, чтобы Пилат, можно сказать, не более серьезно относился к этой ситуации с Иисусом. Не все то, чему мы будем вас учить на этой неделе все это основывается на Слове Божьем. Есть библейское основание. И в Писании намного больше информации содержится в основах, чем большинство людей может вообще предполагать. И можно сказать, от самого начала и до конца есть полная информация о снах. Давайте рассмотрим какие слова используются для названия сон, для описания снов. К халам, навести сон, значит. К халам, сон. К халам, навести сон, восстановить, исцелить. И потом следующее четвертое слово. И это идея такая, что регулярный сон, постоянный, периодически повторяющийся. Что Бог регулярно говорит через сон. И затем следят Новый Завет, слово анар, сон. И затем инупион, это тоже означает сон, который регулярный, периодически. И вот тут также перечислены некоторые цели, почему Бог дает сон. Первое, удержать кого-то от зла. Бытие 23, это история с Авимилехом. И вы помните, Авимилех почти уже готов был взять или взял Сару, а Бог предупреждает его во сне, что она уже жена. И он хватает Авраама, говорит, ты чего мне вообще не сказал, что она твоя жена? И вот этот человек, он вообще не следует Богу, за Богом, он не верует Бога. Все равно он верит в то, что Бог ему говорит через сон и разбирается с ситуацией. Также Бог дает сон, чтобы показать свою волю, явить свою волю. Кто из вас хочет знать волю Бога в своей жизни? История 28 глава, это история с Яковом. И он вообще saw heaven open and a ladder coming down to where he was. И Бог проговорил к Якову в этом сне о взаимоотношениях завета. Либо же Бог будет нас наставлять, ободрять в том, чтобы мы следовали за Ним. В Суде 7 глава. А Мидианит had a dream. Когда у Мадианитян был сон, одного Мадианитяна, да, был сон. И он рассказывал этот сон своим коллегам, Мадианитянам. И он видел, как жернов крутится и закатывается в их лагерь. И его друзья говорят, это никто, более никто другой, как только этот Гидиан. И кто бы вообще понял из вас, что это сон о Гидионе? Что он указывает на Гидиона. Но они поняли сон благодаря тому, что поняли символы, которые используются во снах. И этот жернов, это был символ этого Гидиона, символическое представление Гидиона. Поскольку Гидиона, он молол пшеницу, перемалывал пшеницу и делал муку. Поэтому Бог использует этот символический язык во снах. Также Бог использует сны для того, чтобы явить будущее. Ну, это уже опять история от Иосифа, и когда он объяснил сон фараона. И снова Матфея 1, 20. И снова Матфея 1, 20, это сон, который был дан Иосифу, чтобы знать, что делать с Иисусом. И Иова 33, 14-18, это ключевой отрывок в отношении снов. Слушайте, что он говорит. Потому Бог говорит через наивидения. И как это уже указывает, об этом уже говорит Писание. И также он говорит, что многие не понимают этого. Причина непонимания, поскольку Бог использует символы и метафоры. И поэтому, если мы не понимаем его символы, его символический язык, что он говорит через это. Мы не поймем свои сны. У кого из вас были такие сны, которые вы не понимали? Вы поймете через пару дней. Если не понимали. И потому Бог хочет, чтобы мы научились Его языку. И мы можем это понять только тогда, когда посмотрим на всю историю, как Бог уже говорил символически и через метафоры разные. И потому мы знаем, что сны – это один из способов, как Бог к нам обращается. И сны могут быть даже божественной встречи или встречи с Богом, а не просто какая-то информация. Нумберс, chapter 12, verse 6. Еще число 12, 6. Если бывает у вас пророк. То я откроюсь ему когда? В видении. Либо с ним буду говорить как? Во сне. Поэтому Бог говорит, та информация, которую получает пророк, получает пророк ее через видение и через сон. И большая часть того, что Бог говорил своим пророкам, происходила через сны и видения. Я этого не понимал. Но когда я начал это изучать в Писании, то вижу, что абсолютно везде и повсюду находится. И как Исаа 1.1 говорится, там, вот видение, которое Бог дает мне. И кроме того, так было это приемлемо и обычно, что Бог обращался к пророкам через сны. Так что уже были ложные видения или лжественные видения. Те, которые, можно сказать, заявляли, что у них сны от Бога, на самом деле этого не было от Бога. И потому были ложные пророки, которые говорили, ну понимаете, мне тоже Бог дал такую информацию, и тоже это было через сон. И второзаконие 13.1.5 тоже. И второзаконие 13.1.5 тоже. The verse isn't in your notes, but this is what he says. Should I read it? Okay, you want to read it? Deuteronomy 13.1.5. Второзаконие 13.1.5. 13.1.5. So there were false prophets trying to lead the people astray, who were telling them they received their information through dreams. Потому были эти ложные пророки, которые утверждали, что получили Слово от Бога или информацию через сон. So this would be a meaningless warning if there were not true dreams from God. Again. This would be a meaningless warning if there were not true dreams from God. And once again, in Jeremiah 23, 25, and 32, they're cautioned against listening to lying dreamers. Снова, Иеремия 23, 25, и 32. Там есть предупреждение о том, что слушают или о том, чтобы не слушать ложных сновидцев. And notice again the connection between dreaming and prophecy. Снова, заметьте, это взаимосвязь между снами и пророчествами. Иеремия увидел, что сны — это естественное обращение Бога, естественное Слово Бога, с пророческой точки зрения. И он предупреждает против тех людей, которые придумывали свои сны, и это были ложные сновидения. And then in Zechariah 10, 2. The occult practicers would claim to receive revelation through dreams. И также оккультисты заявляли то, что они получали откровения через сны. Trying to counterfeit what God was doing. Можно сказать, это была попытка сделать подделку под Слово Божие. So if there's a counterfeit, there has to be a real. Если есть подделка, значит должно быть что-то настоящее, реальное. And so obviously we want the real. So we believe God does speak to us through our dreams. But he also speaks to us through visions. And there's a difference between dreams and visions. И существует разница между снами и видениями. We've already said dreams are more metaphorical and symbolic. И как мы уже сказали, сны более метафоричны, более образны, символичны. And visions are more literal. А видения более такие буквально, все буквально понимают надо. They're more real-like. И более похожи на жизнь. И также те, которые в Писаниях, те личности, те люди, у которых были видения, они думали, что они реально проходят все это, что это с ними по-настоящему происходит. And so we want to help you distinguish between what's a dream and what's a vision. И поэтому мы хотим помочь вам понять, чем разница между сном и видением. And once again, in the Old Testament, many words translated for having a vision. И снова, в Ветхом Заре очень много есть слов, которые говорят о видениях. Макказе, translated a vision. Первое, Макказе, видение. Каза, translated a dream or a revelation. Следующее. Каза, чаза, сон, откровение, видение. Каза, откровение, полученное во сне. Маре, Мара, often times translated as seeing or a sight or an image. Маре, Мара часто переводится как взгляд, образ, видение. Ра, видеть или посмотреть на что-то. Раэ, видение. И все они находятся в Писании, эти слова. То же самое в Новом Завете. Греческое слово — это оптасия. Видение, взгляд, вид. Хорама — то, на что вы пристально взглядываетесь. Что-то видимое. Хорасис — тоже видение, видимо что-то, вид, внешний облик. И в Новом Завете. И в Новом Завете. 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 И в Ветхом Завете видение — это понимание, которое часто можно принять и понять через опыт, через переживание. И в видении вы чувствуете, как будто вы проходите это как реально в жизни. И то же самое можно сказать и в Новом Завете. Ведение и откровение, данное Богом. Можно сказать, некоторые качества видения. И видение, подлинность видения подтверждается божественной славой. Когда у вас есть видение, то у вас есть ощущение присутствия Господня. Видения более личные, более такие феноменальные. Более яркие, живописные, такие жизненные, как будто реальность. И видение, как будто оно полностью у вас всего захватывает. И точно очевидно, что видения также пророческие. И поскольку видения так реальны, иногда это вызывает страх и трепет. Помните Новый Завет, когда ангел приходил в видениях? Во-первых, они говорили, не бойтесь, не бойся. И у нас может быть такое же переживание, такой же опыт. Если вдруг, внезапно, ангел приходит к нам, впереди нас становится. Мы, поначалу, возможно, это немножко нас напугает. Но Он скажет нам, не бойся. Также видения — это доказательства мессианского времени. Давайте посмотрим на эти сны и видения, которые относятся к началу жизни Иисуса. Помните, Мария была беременна, и Иосифу было видение. И это было посещение в видении, поскольку ангел проговорил в этом видении. И ангел объяснил Иосифу, что беременность Мария — от Бога. И также мудрецы, которые пришли с Востока, с Персии, они также были предупреждены в видении, чтобы они не возвращались обратным путем, тем же самым путем. И затем через видение Иосиф был предупрежден в том, чтобы он Иисуса повел в Египет, забрал в Египет. И также, когда он был в Египте, через сон или видение, так же ему было сказано возвращаться обратно с ребенка и с Марии. Поэтому можно сказать, с самого начала Иосиф и Мария, они откликались на те повеления, которые Бог давал им через сны и видения. И даже если в вашей жизни, если бы кто-то захотел убить вашего ребенка, не оценили бы вы по достоинству предупреждения куда-то убежать или спасаться через сон, который вы бы приняли? И кто бы из вас хотел понять, что же значит такой сон, такое предупреждение? Да. Ананиас, его восприятие Павла тоже изменилось благодаря сну или через сон. Они не очень уж были рады появлению Павла в их местности, поскольку Павел там всех терзал, на кусочки, всех убивал. Но все же встречает он Господа на пути, Павел. Становится верующим. И потому Ананиас, Господь говорит, иди, помолись за него, возложи на него руки. И он так и сделал, пошел, возложил на него руки, как ему Бог и сказал во сне, в видении. Также теология у Петра изменилась благодаря откровению через видение. Помните, когда он увидел эту скатерть, которая спускается с небес к нему? Со всеми нечистыми животными голосом был, кушай, заколи, ешь. Он говорит, никогда такого не будет. И поэтому наряду с этим видением был голос. И Бог говорит ему, не называй нечистым то, что есть чистое, то, что очищено. И поэтому очень важно научиться понимать, что Бог говорит через сны. Потому что мы хотим правильно откликнуться на откровение данное нам. Поэтому иногда мы неправильно понимаем, и до нас это послание не доходит, либо мы пугаемся, то, что нам было явлено или показано. Но мы верим, что мы можем четко и ясно понимать, что Бог говорит к нам во снах и в видениях. У кого из вас были сны, допустим, что кто-то умер или умирает? И это страх такой наводит на вас. Но в принципе человек-то не умирал в жизни. Потому что не об этом Бог говорил. Бог просто показывал, что что-то подходит к концу, или какая-то будет перемена в их жизни. Но также знаем, что множество людей, которых просто страх возникал в жизни из-за того, что сон был о смерти какого-то человека. И можно сказать, что такое толкование было неправильно. И по мере того, как мы изучаем, учимся понимать, что Бог говорит через сон, то мы таким же образом почтим Бога тем, что мы прислушаемся и уделим внимание с нам. И мы верой провозглашаем то, что Бог говорит, мы верим, что Бог говорит к нам, и мы принимаем то, что Он говорит. Поэтому необходима вера, чтобы принимать то, что Бог говорит к нам через сны и видения. Мы верой принимаем, верим, что Бог обращается к нам. И также верой принимаем, что мы можем понять это. Кто из вас считает, что вам очень редко снятся сны? Совсем нечасто. И можно сказать, вера изменит такое положение дел. Если вы верите, что Бог хочет обращаться к вам через сны, то вы просто удивитесь, как у вас будут учащаться сны, и вы начнете понимать значение этих снов. И также мы помолимся сегодня, чтобы Бог вложил в вас эти сны и способность иметь сны. Завтра вы придете, и все скажете, что у вас был сон. Ну, все эти сны мы не будем толковать. Подождем последнего вечера. Давайте дальше продолжим рассматривать провидения в Писании. Очень часто в Ветхом Завете пророка называли прозорливцем. Поскольку пророки видели в видении. Второе Паралепименон 9.29. Да, Второе Паралепименон 9.29. 15-я страница. Прочие деяния Соломона, первые и последние, описанные в записях Нафана Пророка. И в пророчестве Ахи и Соломлянина, и в видениях прозорливца. Другими словами, прозорливец видел в видениях что-то и записывал это. И Писание говорит, это было откровение от Бога. Поэтому Бог обращается к пророкам через сны и видения. И в Новом Завете различным людям были даны сны и видения. Вы только можете посмотреть в книге Деяний и сколько примеров этих снов было и видений. Также, когда Иоанн был на Патмосе, у него также было такое огромное, значительное видение. И вся книга Откровения была дана Иоанну в видении. Он был на том острове, небо открывается, и он видит небеса. Это открыто, явное видение. И потом, позже, он был вознесен на небеса. И все, что он видел, это было в видении. Поэтому вся книга Откровения была дана Иоанну в видении. И у Даниила было множество видений. И в видении человек видит духовную реальность. Человек может видеть сверхъестественное Божье. У нас могут быть видения в бодрствующем состоянии. Либо также у нас видения могут быть ночью. И видения могут быть у нас в любое время. И сны только, когда вы спите. И когда Иисус пришел к Иоанну для того, чтобы кто-то его крестил. Каким образом Иоанн узнал, что Иисус — это Мессия? Он видел голубя. Ибо Дух Святой в виде голубя. Это было видение. Бог дал ему способность видеть. Потому что Бог сказал ему, когда Он увидел Господь сходящего голубя, как у него в дубе, это был Мессия. И ранняя церковь очень хорошо была знакома с тем способом, как Бог говорит через видение. И видения могут быть настолько живописны, что будет очень трудно отличить их от реальной жизни. Деяния 12 глава 9-10 стихи. Там говорится, Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, думая, что видит видение. То есть, с другими словами, Петр был в тюрьме. Ангел приходит в тюрьму, открывает темницу и выпускает Петра. Но Петр думает, а это видение. Но в принципе, это был настоящий ангел, реальный такой. Но он думает, это видение. Поэтому это намек такой, на два факта таких указывает, на что? Первое, они привыкли к деятельности ангелов. И второе, они привыкли к видению. И то и другое, очень такое распространенное явление. И поскольку видение было настолько реальным, то иногда они не понимали, это настоящее или это ненастоящее, это жизнь моя или это видение. Поэтому видение тоже один из способов, как Бог являет свои пути и свои цели открывает. И у Павла было видение ночное такое. И такое видение. И такое видение. Кто-то из Македонии приходит. И просит, чтобы Павел пришел в Македонию, и там Евангелие рассказал. Поэтому это было видение. И он послушался и поверил, что это есть откровение от Бога. И затем, в Деянии 18, глава 9, стих, Господь в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. И можно сказать, Бог ободрял Павла через сон, через видение. Затем, пример следующий пророка Иезекииля. Первая глава, первой и третьей стихи. И было, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. И было Слово Господня к Иезекиилю. И была на нем рука Господня. А каким образом рука Господня была на нем? Через видение. И также Исаия 1.1. Слово Господня пришло через видение. Исаия был прозорливцем. Кто-то видел. И он говорит, И с первого стиха он говорит, видение Исаии, которое он видел об Идеи и Иерусалиме. Поэтому можно сказать, Исаия, книжка эта занимает 60 глав. И он указывает на то, что все, что он принял, получил, это было через видение. И поэтому Бог дает нам видение, для того, чтобы направить нас. Также через видение он говорит нам о будущем. И многие пророки получали эту информацию через сны и видения. Исаия, Иеремия, Езекииль, Даниил, Захария и Амос. И также многие лидеры ранней церкви тоже получали информацию через сны и видения. Перерыв. Исаии, Иеремия. Исследование. Исаии. Исследова.